Всем привет, это новости АФК Системы, с вами Ольга Хмелевская. Сегодня в выпуске расскажу про рекордные темпы роста Озон, инновации от Сегежи и о том, сколько стоит биохакинг. Обо всем этом подробнее прямо сейчас. Рыночная капитализация Озон достигла почти 11 миллиардов долларов. Компания стала крупнейшим российским ритейлером, ценные бумаги которого торгуются на российском фондовом рынке. Ожидается, что привлеченные в ходе первичного размещения инвестиции позволят Озон укрепить свое лидерство за счет логистики, внедрения новых технологий и возможности доставки. Например, в 2021 году Озон планирует запустить в регионах сервис быстрой доставки товаров и продуктов Озон Экспресс. Сейчас быстрая доставка доступна по всей Москве и в некоторых районах Подмосковья. А сделать доставку экологичнее поможет Сигежа Групп. В 2022 году группа начнет производить высокотехнологичную упаковку из благопрочной бумаги. Это позволит не только сократить использование пластика, но и продлить срок хранения свежих продуктов питания. Разработкой новых упаковочных решений займется инновационный центр. Комплексное оснащение центра завершится до конца 2021 года. Инвестиции в проект составят около 90 миллионов рублей. В клиниках медсе уже более тысячи человек получили вакцину от коронавируса «Спутник-5». Большинство пациентов прошли первый этап вакцинации. Тем временем, Бенофармгрупп и фармацевтическая компания «Гленмарк» договорились о локализации производства противовирусного препарата «Фавипировир», предназначенного в том числе для лечения COVID-19. «Фавипировир» присутствует в рекомендованных Минздравом схемах лечения COVID-19 при всех формах течения заболевания. Он входит в перечень жизненно важных лекарств. «Форбс» включил в пять самых интересных российских проектов, получивших инвестиции в первые недели 2021 года, биохакинг-платформу «Байоник» и виртуальные сетевые сервисы для телекома «НФВР». «Байоник» работает на рынках Англии, США и России, больше всего клиентов в Лондоне. Напомню, что в феврале 2020 года в капитал стартапа вошла сеть клиник МедСи. Компании создали совместное предприятие «Байоник МедСи», и в него сеть клиник инвестировала 500 млн. рублей. Вторую часть раунда «А» стартап закрыл в январе 2021 года, общая сумма раунда составила 15 млн. долларов. В свою очередь, венчурный фонд «Система ВИСИ» принял участие в очередном раунде инвестиций в «НФВР». В ходе нового раунда стартап привлек 1,4 млн. долларов, которые пойдут на расширение продуктовой линейки для обработки сетевого трафика. На этом у нас все. С вами была Ольга Хмелевская. Еще больше новостей на нашем сайте «Система.ру» и телеграм-канале «Система.ньюз». Всем хороших выходных и отличного настроения!